Всем привет! В этом видео вы узнаете о человеке, который из бездомного смог превратиться в мультимиллионера, потому что следовал девизу «Никогда не сдавайся!». Инстардинг представляет Крис Гарднер из бездомного в миллионеры Неважно, какие цели вы преследуете, какие препятствия стоят на вашем пути, самый лучший способ достичь желаемого – это моделировать успех. Найдите того, кто уже прошел такой путь, и примените его стратегию в своем деле. Крис Гарднер – это человек, который рос в условиях, где все было против него. Он не знал своего отца, постоянно кочевал из одного детского дома в другой, потому что его мать то выходила из тюрьмы, то вновь попадала в нее. Однажды она пыталась сжечь дом, в котором находился отчим Криса, после чего была арестована. У Криса Гарднера не было никаких положительных примеров перед глазами, да и не могло быть, учитывая его бесконечные скачки по детским домам. Его юность была полна наркотиков и алкоголя, и у него были все причины не стать успешным, все было против него. Но он не сдался. Он хотел выбраться из этого всего, хотел начать новую жизнь. Крис нашел работу ассистента в медицинской исследовательской лаборатории с зарплатой 8000 долларов в год. У него появилась подружка, вскоре родился сын, и он понял – на 8000 долларов в год его сыну не выжить. Он не знал, что ему делать, он бился как мог, но у него не было ни накоплений, ни образования. Никто не учил его, как поступать в такой ситуации, а он хоть как-то пытался прокормить семью. Однако была вещь, которую Крис знал наверняка – он не сдастся. Его жизнь изменилась, когда на улице он увидел человека в прекрасном костюме, выходящего из Феррари, и спросил того, кем он работает. И человек сказал ему, что он биржевый брокер. С той самой секунды Крис Гарднер захотел стать биржевым брокером. Однако у него была проблема – у него не было никакого образования, никаких связей, он ничего не знал о бирже, никогда не инвестировал и был значительно старше всех тех, кто только начинает свой путь в этом деле. Все было против него, но он не сдался. Он завязал беседу с этим брокером и в ходе разговора узнал, что в его фирме сейчас идет набор на стажировку. Так что в следующие пару месяцев Крис максимально снизил нагрузку на работе, отказался от большинства договоренностей ради возможности попасть в эту компанию. Стараясь разузнать как можно больше об этой стажировке, он посещал все возможные встречи и так увлекся, что получил парковочных штрафов на 1200 долларов. Но спустя несколько месяцев его наконец-то приняли на стажировку в эту компанию. Он был в полном восторге. Да, я добился этого, я сделал невозможное, попал на эту стажировку. Теперь вся моя жизнь пойдет по-другому. И вот наступает его первый рабочий день, когда он узнает, что парень, который его нанял, уволен и в этой компании больше нет места. Крис Гарднер вложил в это все. Он бросил свою работу, узнав, что его приняли. Пришел в компанию, но оказалось, что приходить ему некуда. Вы думаете, это дно хуже уже быть не может? Так вот нет, может. Потому что затем его арестовали за неуплату штрафа на 1200 долларов, и суд распорядился отправить его в тюрьму на 10 дней. Но даже это еще не худшая часть. Вернувшись домой, он обнаружил, что его подружка съехала, забрав их сына с собой. Крис был в отчаянии, но он все еще не сдался. В то время, когда большинство людей сказали бы, да это же чертовы знаки свыше, такова моя судьба. Но он не сдался и продолжал борьбу за свою мечту. Крис Гарднер нашел другую компанию с аналогичной стажировкой, подал заявку и был туда принят. Но и тут была проблема. Стажировка не оплачивалась. Он не смог заработать на этом ни цента, но должен был работать изо всех сил. У него не было никаких накоплений, никаких богатых родственников. У него был только лишь он сам. И вдруг его подружка вернулась обратно, вручила ему сына и заявила «Он твой, мне он больше не нужен», возложив на него всю ответственность за ребенка. И что же у него выходило в итоге? Ни гроша в кармане, ни оплачиваемая стажировка и сын, о котором он должен заботиться. Его единственным доходом на то время была работа на неполный день по продаже медицинского оборудования, которое приносило ему 300 долларов в месяц. На это он и должен был выживать. И ему пришлось выбирать, давать своему сыну кров или еду. Крис выбрал еду, кочевал по приютам, по храмам, был рад любому пристанищу, где их сыном готовы были принять. Каждое утро он был в числе первых сотрудников, приходящих в офис, и в числе последних, покидающих его. В то время, когда для большинства людей, занимающихся продажами, 100 звонков в день – большое достижение, Крис Гарднер ставил себе цель в 200 звонков. Невероятно! Сумасшедшая трудоспособность, сумасшедшая продуктивность, он просыпался, приходил в офис, одержимо звонил, пока все не закрывалось, а затем шел обратно искать новый приют для бездомных. В то время, когда большинство людей сдались бы еще задолго до этого, Крис Гарднер продолжал пытаться, несмотря на то, что все обстоятельства до единого были против него. И благодаря своему упорству, бешеному трудолюбию, он добился своего. Он прошел стажировку и был принят на работу. Спустя время, он вложил небольшие сэкономленные средства в собственную маклерскую компанию «Гарднер Рич». Кухонный стол в маленьком помещении стал первой офисной мебелью, а также их сыном – семейным обеденным столом. Большая удача и немалый профессиональный опыт позволили Крису Гарднеру заключить феноменальную сделку, цена которой была 1 миллион долларов. Бизнесмен наконец-то смог позволить себе купить красную Феррари, которая стала для него символом благополучия. А купил он ее у Майкла Джордана и поменял себе номерной знак на «Не-М-Джей». Спустя 10 лет компания «Гарднера» уже входила в топ наиболее успешных фьючерсных организаций мира. В 2006 году бизнесмен продал свою долю в компании на сумму с семью нулями и посвятил свою жизнь путешествиям, благотворительности и инвестициям. Зная по собственному опыту, что значит быть бездомным, Крис Гарднер тратит огромное количество средств на помощь обездоленным. Ежегодно с его помощью тысячи людей по всей Америке находят работу и получают жилье. Вдохновившись судьбой Криса Гарднера, проделавшего феноменальный путь из нищего в миллионеры, режиссер Габриэля Мучино снял в 2006 году фильм «В погоне за счастьем», где роль молодого бизнесмена сыграл оскароносный Уилл Смит. Если вы еще не смотрели этот фильм, обязательно посмотрите, он не оставит вас равнодушным и заставит поверить в себя. Большинству из вас кажется, что все обстоятельства против вас. Вы говорите себе «У меня нет никаких возможностей, у меня нет связей, ни образования, ни денег» и сдаетесь. Сильные духом люди не сдаются. Даже если все идет против вас, даже если остальным ваша мечта кажется безумной, все равно верьте в нее, идите до конца и не сдавайтесь. Все это и приведет вас к многомиллионной прибыли. А люди, у которых ничего не получается, будут вам твердить, что и у вас ничего не получится. Никогда их не слушайте. Вы – это не они. Вы – это вы. И только вам решать, кем вам быть. Спасибо вам за просмотр. Если понравилось это видео, поделитесь им с друзьями, подпишитесь на наш канал Инстардинг и обязательно поставьте лайк. Всем пока!